вот так и чё и вот сейчас перед началом перед началом видео скажу что это нам просто интересно вот мне ну я что рассказать что это тему то решили всем привет хочу рассказать в этот раз про новый рафик у них была сервисная бюллетень ошибка была по полному приводу тойота рекомендовала при данной неисправности согласно руководству по ремонту замена раздатки было углового редуктора вот мы эту раздатку сейчас хотим разобрать посмотреть что внутри но вчера моторс посмотрели и они уже закрыли эту тему по этим ошибкам и рекомендовали менять прошивку то есть сами угловые редукторы как оказывается целые были а код ошибки был c13 f7 2 0 вот ну а сейчас мы его разберем с дядей русланами посмотрим 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 честно больше интересует вот здесь пакета фрикционов все так же какие предполагаю у нас тут есть маленькие прощицы пакеты у нас нет нет ничего не буксовала а вот тут есть смотрю следы износа немного ну то есть да из-за прошивки все равно буксовала она получит что эта часть когда вот эта муфта нагрузка получается приходит кулаки сходятся потом уже под нагрузку вот эта часть вся сюда двигается и и включает и зацепление заднего моста и вот задний мост включается так вот проскользу но у меня как бы сил думаю столько нет чтобы его проверить вот этот фрикцион же идет на проскальзывание вот он и не справен ну как бы я бы не сказал просто из-за прошивки получается сгорит да надо будет особенности новой модели почитать и туда дописать еще потому что будет описание как он работает так ну что здесь вон шарики три шарика которые перекатываются и включают шестерню зацепления полного привода вот эту наружную сейчас получается она вышла вошла в зацепление защелкнулась вон видно на второй щелчок она стоит взведенная провернулась расщелкнулась в целях повышения экономии топлива полный привод здесь отключается когда он не нужен и едете только на переднюю но в какой-то момент это все срабатывает и включается у вас полный привод поворачивает шлеп включилась выключилась как-то так работает и получается что вот этот вот этот фрикцион вот эта муфта она не постоянно работает получается она включает и выключает что подала сигнал муфта примагнитилась зацепилась эта вся конструкция бах сработала и потом она идет вот в зацеплении видно и работает потом опять подается сигнал на муфту она выключает ее как-то так ну вот получается мы с Русланом показали вам как выглядит изнутри угловой редуктор раздатка деталь в принципе не совсем замудренная тем более сейчас тему Тойота закрыла по этой неисправности и все рекомендую скачать прошивку и все угловые редуктора являются исправными так что если что имейте ввиду надеюсь это было вам интересно если все-таки есть какие-то пожелания с удовольствием пишите комментируйте ну и как обычно а пока всем пока пока Продолжение следует...